Столичные власти обещают отремонтировать 15 квартир и центры для детей с проблемами со здоровьем, пострадавшие на прошлой неделе от ливней. Для этого Монсовет должен одобрить пополнение резервного фонда на 20 миллионов леев. Итоги прошедшей стихии подвели на сегодняшней утренней планерке в мэрии. Спустя почти неделю после непогоды. Изначально мэр Кишинева отдавал три дня на устранение всех последствий. Однако выяснилось, что последствия стихии намного серьезнее. В начале заседания оперативных служб мэрии Иоанн Чабан посетовал на огромный ущерб, который нанесла ударившая по столице в прошлый вторник стихия. Чтобы справиться с последствиями, необходимо еще 20 миллионов леев. Решение о пополнении резервного фонда этими финансовыми средствами будет принято голосованием муниципального совета, который соберется на этой неделе по запросу у градоначальника. Также сегодня мэрия объявила, что отремонтируют 15 квартир на улице Браништи из столичного сектора Рыжкановка и детский центр за счет муниципального бюджета. Мы договорились, что управление ЖКХ сделает необходимые сметы расходов, чтобы помочь с ремонтом помещений, матрасами и так далее. В этот период, в течение двух месяцев, те, кому негде остановиться, смогут разместиться в центре, обустроенном в бывшем кинотеатре. И давайте сделаем все возможное, чтобы за два месяца был проведен ремонт совсем необходимым, ведь среди пострадавших и семьи с маленькими детьми. Работы должны начаться в ближайшие дни. Между тем, последствия разгула стихий недельной давности еще устраняют. Так на чеканах ремонтируют павильоны и ограждения, а также убирают упавшие на территориях учебных заведений ветки. В шести осталось только расчистить несколько деревьев и убрать ветки, поваленные сильным ветром. Что касается сектора Рыжкановка, там довольно много пострадавших учреждений. Глава управления общественного транспорта, в свою очередь, отметил, что работы по устранению последствий непогоды были проведены быстро, а в результате наводнения от тыла и мусора очищено около 800 ливневок. В секторах Рыжкановка и Чекана из-за плохой погоды были повреждены 59 столбов. Из них полностью заменены 49. На этой неделе 10 из них будут возвращены в вертикальное положение. Также будут проведены работы по укладке фундамента. По оценкам столичных властей, после шторма 9 августа, который больше всего затронул Рыжкановку и Чекан, около 3000 деревьев были повалены или остались со сломанными ветками. При этом несколько транспортных маршрутов были приостановлены из-за затопленных улиц. Хотя на следующий день после стихии, которую метеорологи квалифицировали как микровихрь, Ион Чебан дал ответственным структурам три дня на устранение всех последствий непогоды.